Обновленные набережные, парки или скверы. В Новосибирске стартовало голосование по выбору общественного пространства, которое благоустроят в следующем году по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Среди кандидатов 8 площадок. Подробности расскажет Татьяна Кияева. А хотели бы ли вы, чтобы наш город стал лучше и преобразовался в лучшую сторону? Да, конечно. Тогда вы можете принять участие в голосовании за формирование комфортной городской среды. В ГПНТБ волонтеры агитируют избирателей отдать голос за развитие Октябрьского района. Победитель голосования получит деньги на реализацию проекта. Тогда, например, смогут благоустроить сквер Заряновский. На территории оборудуют дорожки со скамейками и урнами, установят качели с подсветкой. Все-таки будем голосовать за свой район, потому что мы здесь живем. Какой район? Октябрьский. Была бы возможность, мы бы за все проголосовали. Но так как надо выбрать что-то одно, будем выбирать наше родное. Голосование только началось и уже активно набирает обороты. Проголосовали больше тысячи человек. В избирательных центрах работают подготовленные волонтеры. На самом деле я была очень удивлена, потому что многим действительно это очень важно. И многие голосуют. Для них очень важно, комфортно, где они живут. Сделать выбор можно до 30 апреля на сайте 54.городсреда.рум. Площадку, которую поддержит большинство горожан, благоустроят в следующем году. Голосование рассчитано на новосибирцев от 14 лет, зарегистрированных на госуслугах. Каждый район совместно с общественностью, с депутатом, в каждом районе выбрал территорию для благоустройства. Таких 8 территорий. Еще время есть, еще время есть подумать и проголосовать за тот проект, который действительно близок, так сказать, каждому новосибирцу. Это голосование не повлияет на реализацию проектов по перечню, сформированному в 2018 году. Напомним, что за 5 лет по проекту формирования комфортной городской среды в благоустройство Новосибирска вложили больше миллиарда рублей. За эти деньги реконструировали Михайловскую набережную, монумент Славы, Затулинский и Зайльцовские парки. В этом году завершат создание парка Каменка на очереди набережной Ини и Инюшинский бор. Александр Журбин, Татьяна Кияева, Андрей Дулепов. Новости ОТС.